В таких случаях, говорят врачи, на счету буквально каждая секунда. У 70-летнего пациента ишемический инсульт. Причина – тромб кровеносного сосуда. Он перекрыл доступ крови и кислороду к клеткам головного мозга нейронам. И сейчас они попросту задыхаются и погибают. Задача медиков – остановить рост очагопоражения, то есть спасти пока еще здоровые клетки. Самая скорая помощь в такой ситуации, уверены реаниматологи, кранет серебральная гипотермия, то есть искусственное снижение температуры мозга с помощью специального аппарата гипотерма. Это своего рода медицинский холодильник. Правда, охлаждающая жидкость курсирует не внутри него, а через трубку поступает в резиновый шлем, одетый на голову пациента. Охлажденные клетки мозга почти перестают нуждаться в подпитке, а значит, несмотря на кислородное голодание, продолжают жить. Где-то на 40%. Данная методика позволяет улучшить прогноз выживаемости и реабилитацию скорость. И больным быстрее возвращаться к нормальной жизни. Это новая для современных реаниматологов методика, на самом деле хорошо забытая старая. Еще в 50-е годы российские медики оценили роль заморозки не только в борьбе за жизнь мозга, но и во время операций на сердце и других хирургических вмешательств. Правда, тогда организм охлаждали обычной струей ледяной воды или холодного воздуха. В советские годы ученые изобрели, наконец, первый гипотерм, но производство быстро заглохло, а методика позабылась. В Европе и США, напротив, начались бурные исследования, а три года назад гипотермию там и вовсе сделали обязательной процедурой для пациентов реанимационных отделений. Стыдно отставать. Тем более, что на Западе сразу стали делать аппараты, самые разнообразные. А наша страна, которая лидировала, осталась где-то позади. По словам профессора Олега Шевелева, он долго изучал свойства гипотермии и 8 лет назад, наконец, решился на попытку вернуть технологию в российские больницы. Но обязательно с использованием отечественных аппаратов. А значит, необходимо было наладить их производство. Первый гипотерм Шевелев сконструировал и собрал сам. После успешных исследований на животных нашел технического партнера. Владимир Ростовцев вспоминает, когда увидел холодильный агрегат, не поверил, что это может лечить людей. Вот этот конденсатор, ему лет 50. То есть это там из военной рации 43-го года вытащили. Вот. А вот это испаритель, то есть, собственно, вот это была охлаждающаяся часть. Именно в этой крошечной мастерской агрегат всего за пару лет, что называется, добели до ума. Сначала он был громоздким размером с холодильник. Потом конструкторы как бы утрамбовали начинку, а трубку и шлем обтянули непропускающим теплоизопреном. И вот он, первый опытный образец. Правда, детали устройства авторы проекта не раскрывают. Боятся конкуренции, несмотря на уже полученные пять патентов. Впрочем, основа у гипотермов все равно одна. На втором этаже находится бак, куда залит хладоноситель. И туда подается охлажденный фреон, который в трубке, который и доводит этот хладоноситель до нужной температуры. После ряда опытов уже на добровольцах предприниматели получили необходимые сертификаты и выпустили первую партию гипотермов из 15 штук. Олег Шевелев признается, не ожидал, что спрос будет столь велик. Аппараты буквально разлетелись по российским больницам. Поэтому работу было решено продолжить, а гипотермы снова модернизировать. На этот раз в области системы управления. В погоне за ноу-хау конструкторы ее не просто автоматизировали, но даже сделали в формате современного тачскрин. Сейчас конструкторы пытаются сделать гипотерм еще более компактным, а именно вместимым в машины скорой помощи. По мнению медиков, гипотермия может спасти тысячу пациентов с черепно-мозговыми травмами, например, после ДТП. Пострадавших часто попросту не довозят до больницы. Своевременное охлаждение же предотвратит разрушение мозга, а главное – остановит кровопотерю. Если бы у нас на скорой помощи, мы даже нашли там нишу, чтобы был небольшой аппарат для охлаждения головного мозга прямо во время, сразу после травмы, при транспортировке больного в какую-то клинику. Это снизит даже смертность и инвалидность после этих, я не могу сказать, но это точно совершенно статистика будет хорошая. Олег Шевелев уверен, гипотермы просто необходимы и в обычных спортзалах. Исследования показали, что даже малейшие, полученные во время тренировок травмы головы, отпечатываются на всю жизнь, а значит медленно разрушают мозг. Удары были? Да, были. Пропущенные? Да, были пропущенные, но не сильные удары. Или через блок? Через блок. Ну, любой удар может сказаться. На термокарте можем его увидеть. Все зависит от силы удара, от места приложения силы данного удара. Но пока гипотермия хоть и не запрещена в больницах, но и не обязательно к применению. Поэтому другие ее полезные свойства не больше, чем теория разработчиков. Впрочем, профессор настаивает, что гипотермы способны побороть судороги, мигрени, наркоманию, алкоголизм и токсикологию. Но доказать это можно только в ходе исследований, для которых у медика попросту связаны руки. Эти административные барьеры, они должны быть преодолены. Пока Министерство здравоохранения не скажет, можно и нужно, мы все время будем плестись в хвосте по применению этой методики. Но и здесь есть подвижки. Подвижкам поспособствовали в агентстве стратегических инициатив. Его специалисты помогли автору проекта не только наладить диалог с Минздравом, но и найти инвесторов для тиражирования производства. Мы и дальше планируем работу здесь не останавливать, смотреть, как идет реализация данного проекта и все, что от нас требуется, дальнейшим образом помогать. Подобные проекты, безусловно, мы и дальше будем впредь поддерживать, поскольку, еще раз подчеркиваю, все, что связано со здоровьем человека, это ключевой приоритет всего государства, всего общества в целом. Общая же стоимость проекта 620 миллионов рублей. Но разработчики уверены, инвестиции окупятся максимум за два года. Говорят, их аппараты уже сейчас не только лучше, но и вдвое дешевле зарубежных аналогов. И это только начало. Спасибо. 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 Спасибо.